В Мурманске развернулась целая историческая кампания, посвященная жизни и правлению последнего российского императора Николая II. Общество «Двуглавый Орел» организовало для жителей в здании железнодорожного вокзала мультимедийную выставку, посвященную монархии. На белоснежных полотнах проносятся кадры исторических событий, произошедшие во времена правления Николая II. В здании железнодорожного вокзала Мурманска впервые развернулась масштабная мультимедийная экспозиция, которая красочно и ярко рассказывает об известном монархе и основателе города Романов на Мурмане. Мы решили выставку открыть именно здесь, потому что это знаково. Николай II, последний император Российской империи, основал, проложил железную дорогу сюда, в Мурманск. И открыть выставку именно на вокзале – это замечательный вклад в популяризацию исторического наследия нашей страны. По результатам голосования конкурса «Великие имена России», который завершился в декабре прошлого года, абсолютным победителем стал Николай II. Его именем планируют назвать «Аэропорт города Мурманска». По такому случаю Московское историческое общество «Двуглавый Орел» решило организовать не только выставку, посвященную царской династии, но и круглый стол, во время которого были представлены доклады о дореволюционной России. Нам очень приятно, что именно в Мурманске живут люди, благодарные памяти государя Николая II, и что именно здесь будет находиться аэропорт, потому что государь много времени уделял развитию вообще полярной России, севера. Он был отцом, основателем не только Мурманской железной дороги, но и полярной авиации, например, и ледокольного флота. И вот это очень хорошо, что именно здесь аэропорт будет носить его имя. По словам представителей исторического общества «Двуглавый Орел», число их последователей с каждым днём увеличивается. А неделю назад в Мурманске также открылся филиал этой общественной организации. Дмитрий Гладышев, сотрудник казначейства вашего, он возглавил наше отделение, молодой человек. Что интересно, растёт интерес среди людей в возрасте до 35-40 лет, от 18 до 35-40 лет. То есть это нового поколения, которое хочет то, чего хотим мы. Задача общества — восстановление исторической памяти нашего народа. Весь год имя Николая II было на слуху. Теперь, когда в город пожаловала столичная делегация, по некоторым данным в Мурманск с визитом может приехать и депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая известна тем, что активно интересуется историей России, в особенности биографии последнего императора. Продолжение следует...